Всем добро пожаловать снова на канал Holland and Me и на мой второй урок по нидерландскому языку. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех моих подписчиков и зрителей канала, которые посмотрели мой урок номер один и написали комментарии под этим видео. Столько добрых слов я получила, столько поддержки от вас. Мне очень приятно, и это мотивирует меня на дальнейшие уроки. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Кто еще не видел урок номер один, кто его как-то пропустил, оставляю ссылочку здесь вот. И также в описании под этим видео будет ссылочка на первый урок. Проходите и смотрите, занимайтесь вместе со мной. Сегодняшний урок я хочу начать с проверки домашнего задания, которое я вам задавала в прошлом уроке. Ну а также разберем еще немножечко грамматики. И, конечно же, параллельно будем учить новые слова с вами. Поэтому всем желаю удачи в изучении нидерландского языка. И поехали! Начнем с проверки домашнего задания. Я на прошлом уроке вам объяснила, как правильно произносятся буквы, звуки, дифтонги в нидерландском языке. А также мы с вами разбирали, как из единственного числа сделать множественное число. И вот два упражнения я вам задавала. Сейчас мы их проверим, а после этого обязательно пишите в комментариях, сколько ошибок у вас было, либо вы, может быть, все сделали без ошибок. И если также остаются какие-то вопросы, было непонятно, почему именно такие правильные ответы, обязательно тоже пишите об этом в комментариях. Я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, упражнение номер один. Вам нужно было из единственного числа сделать множественное. Первое слово – the ball, то есть шар, либо мяч. В множественном числе будет the ballen. Как вы помните, уже добавляется одна буковка L, так как нам нужно сохранить закрытый короткий слог. И добавляется окончание A, N, то есть множественное число – the ballen. Следующее слово – the ballen. Звук открытый, длинный – A. То есть нам нужно убирать одну гласную и добавлять опять же окончание A, N. Получается во множественном числе – the ballen, то есть зал, либо комната. At Hock. Опять же закрытый слог. Добавляется еще одна буковка K и окончание A, N. Получается во множественном числе – the Hocken. Это небольшое закрытое помещение – Hock. Следующее слово – the brief. Во множественном числе у нас F переходит в Faye. Это правило я тоже вам объясняла на прошлом уроке. И получается – the brief, the briefen, уже с буковкой Faye. Это письмо, письма. The taxi, поскольку слово заканчивается на I, у нас будет апостроф и S во множественном числе. Получается – the taxis. Het mess – опять же закрытый слог, короткий слог. Нам нужно добавить одну согласную S и окончание – A, N. Получается во множественном числе – the messen. Так, это нож и ножи. The krydenir – окончание – ir. И вы помните, я вам объясняла, что если некоторые слова заканчиваются на определенное окончание, то будет вместо окончания – A, N уже окончание – S. Так вот, это именно такое слово – the krydenir, то есть бокалейщик. Во множественном числе из-за окончания – ir прибавляется буковка – S и получается – the krydenirs. Het huis – это дом. В множественном числе S переходит в Z и получается – the heisen. The rose – роза. S опять же переходит в Z во множественном числе и получается – the rosen – розы. The rice – опять же S переходит в Z и множественное число будет – the risen, то есть поездка – поездки. Еще я вам сказала в прошлый раз на прошлом уроке, чтобы вы не пугались из-за этих маленьких частичек, которые стоят перед существительными – the and head – это артикли. О них мы как раз и будем сегодня разговаривать во втором уроке, поэтому к ним я вернусь немного позже. Давайте проверим упражнение номер два. В упражнении номер два вам нужно было обозначить дифтонги. Дифтонги – это короткие такие звуки, состоящие из двух гласных, о них мы тоже разговаривали в прошлом уроке. Так вот, вам нужно было найти в словах эти дифтонги и подчеркнуть их. Первое слово – spichel – зеркало. Дифтонг здесь – i. Spichel, то есть i-e – это является дифтонгом. Dür – дверь. Ö – это дифтонг. Schuhn-leipo – это ложка для обуви. Дифтонгом здесь является u – o-a. Anforder – это капитан, либо капитан команды. Здесь у нас дифтонг u, то есть тоже буковки o-a. Fakansi-haus – это загородный дом, либо дом для отпуска. Здесь у нас есть даже два дифтонга в одном слове. Первое – это i – i-e, и второе – это haus – au – u-i. Springtow – это скакалка. Здесь дифтонг au – au-u. И последнее слово – это dieren – животное. Здесь дифтонг у нас i – буковки e-e. Это что касается домашнего задания. Я хочу поздравить вас, кто его выполнил без ошибок. Вы молодцы, вы стараетесь, значит у вас все получится. Если же у вас были небольшие ошибочки – ничего страшного. Кто не совершает ошибок, тот, как говорится, стоит на одном месте и никуда не движется. Это нормально – совершать ошибки. Главное, что если вам что-то непонятно, обязательно об этом спрашивайте. В сегодняшнем видео я вам расскажу про артикли. И также мы научимся с вами делать из простых существительных существительные в уменьшительно-ласкательной форме. Почему я решила соединить эти две темы? Потому что они взаимосвязаны. Если же вы, например, из простого существительного «дом» сделаете в уменьшительно-ласкательной форме слово «домик», меняется артикль. Поэтому я связала эти две темы и сегодня постараюсь вам объяснить это, потому что артикли, конечно же, очень важная тема в нидерландском языке. Для нидерландцев это просто. Они рождаются здесь, в этой стране, и они разговаривают сразу же на слух уже у них это все в крови, правильные артикли. А нам, людям, которые приезжают и начинают учить язык уже в более позднем возрасте, все-таки сложнее, потому что в дружеском языке у нас артикли нет. И для нас это немножечко странно. Мы не привыкли употреблять артикли, поэтому все, что нам остается делать, это просто учить правила и запоминать слова сразу же с артиклями. Ну что, ребята, поехали! В нидерландском языке есть три артикля. Это «д», «хэт» и артикль «эн». Хотелось бы начать сразу же с артикля «эн». А это артикль неопределенный. То есть, если вы говорите, например, «эн ман», «эн фрау», «эн маище», «эн хаус», это означает, что какой-то мужчина, какая-то женщина, какая-то девочка и какой-то дом. То есть, вы говорите с этим артиклем в предложениях, когда вы говорите о чем-то неопределенном. Либо о чем-то в первый раз, например. Вы не знаете именно, о чем идет речь. Вот какая-то там девочка, какая-то женщина прошла по улице. То есть, вы употребляете артикль «эн». Это, в принципе, все, что вам нужно запомнить про артикль «эн», то есть, что он неопределенный. Ну а сейчас перейдем к определенным артиклям. В нидерландском языке есть их два. Это «д» и «хэт». Давайте начнем сначала с того, что нидерландцы чувствуют на слух, по их природе, когда, какой артикль нужно употреблять. Мы же люди русскоговорящие, мы этого не слышим. То есть, у нас остается один выбор. Нам нужно учить наизусть существительные сразу с артиклями. Но существует также и несколько правил, которые нам помогают выучить, когда же все-таки будет артикль «д» и когда «хэт». И эти правила я подготовила для вас в этом уроке и расскажу о них по порядку. Ребята, просто запоминайте, просто зазубривайте, учите. Это единственный выход, чтобы правильно употреблять в дальнейшем артикль в нидерландском языке. Итак, давайте же начнем с артикля «de». Это определенный артикль. Например, «de man» – это мужчина, «de frau» – женщина. То есть, вы знаете, о ком вы говорите, об определенной какой-то женщине, об определенном мужчине. В каких же еще случаях всегда будет артикль «de»? Давайте это разберем подробнее. Артикль «de» будет всегда употребляться с существительными во множественном числе. Например, «de heisen» – дома, «de kinderen» – дети. То есть, если вы говорите о чем-то во множественном числе, всегда будет артикль «de». Запоминайте, это вам поможет в будущем. Следующее – названия профессий всегда будут тоже употребляться с артиклем «de». Например, «de lirar» – это учитель, «de doctor» – это врач. Все профессии тоже будут всегда с артиклем «de». Названия гор и рек. «de mas» – например, река «mas», «de Everest» – гора Эверест. Следующее правило – названия деревьев, растений, овощей и фруктов тоже всегда у нас с артиклем «de». Например, «de spar» – это ель, «de tulip» – тюльпан, «de tomat» – помидор, «de apple» – яблоко. Названия цифр и букв, например, «de dri» – тройка, «de a» – буква «а» – тоже всегда употребляется с артиклем «de», хотя я не знаю, даже, наверное, очень редко такие случаи могут быть, но все-таки вы будете об этом знать. Названия болезней тоже у нас всегда с артиклем «de», например, «de hrib» – грипп, «de malaria». Названия времен года, например, «de lente» – весна, «de winter» – зима, тоже с артиклем «de», но есть и исключения в этом случае, в нидерландском языке очень много всегда исключений. Два слова, два времени года в нидерландском языке, такие как «весна» и «осень» имеют синонимы. То есть «весна» – это «de lente», а его синоним будет «het for jahr». И вы видите, что в случае «for jahr» артикль меняется на «het». То же самое с «осенью» – «de herbst», или синоним этого слова «осень» – «najar» будет «het najar». Не спрашивайте, почему, это нужно просто зазубрить, на слух воспринимать, что «de lente» – «het for jahr», либо «de herbst» – «het najar». Вам нужно просто выучить это и просто об этом помнить и знать. Вот это единственное правило, когда употребляется артикль «de», который я смогла вообще вспомнить и найти для вас. Во всех остальных случаях просто нужно учить существительные сразу же с артиклями наизусть. Правил других для этого нет, почему «de» или «het». Перейдем же к артиклю «het» – это тоже определенный артикль, например, «het maische» – «девочка» или «het haus» – «дом». То есть вы знаете, о какой девочке идет речь, о каком доме идет речь, и употребляется артикль «het». Почему не «de maische» и не «de haus» – никто не знает. Голландцы говорят «het maische» и «het haus». Давайте же разберемся, в каких случаях будет только артикль «het», что поможет, опять же, упростить немножечко наше изучение артиклей. Артикль «het» употребляется всегда, если слово вы употребляете в уменьшительно-ласкательной форме. Например, «het baumpje» – это деревце, «het taffeltje» – это столик. То есть, если вы употребляете форму слова в уменьшительно-ласкательной форме, всегда будет это слово с артиклем «het». Второе. Названия языков, например, «het nederlands» – нидерландский язык, «het russisch» – русский язык. Все названия языков тоже употребляются с артиклями «het». Названия металлов, например, «het haus» – золото, «het aluminium» – это алюминий. Тоже названия металлов будут всегда с артиклем «het». Еще есть несколько случаев, когда будет тоже всегда артикль «het». Это названия сторон света, например, «север» – «het norden», «het zyden» – юг. Названия видов спорта и игр, например, «het fútball» – «het tennyson» – «tennis». Вот, в этих случаях будет всегда артикль «het». Все остальные слова с артиклями «het» просто учите наизусть. В нидерландском языке также есть еще сложные слова, например, состоящие из двух слов. «De haus kamer» – это гостиная. Это слово можно разделить на два словечка. «Het haus» – дом и «de kamer» – комната. Для того, чтобы узнать, какой артикль будет с этим словом, «de haus kamer» либо «het haus kamer» для меня звучит одинаково, то есть я не вижу разницы. Но это все-таки «de haus kamer». Так как же мы это понимаем? Нужно разделить слово на два слова – «het haus» и «de kamer». Мы смотрим на вторую часть слова. Нужно знать, какой артикль у этого слова будет «de» или «het». Если это «de», тогда и все слово длинное будет тоже с артиклем «de». Например, с артиклем «het». «Het haus kamer» – это «мерия». Разделяем слово это, снова это слово на две части. «De haus kamer» и «het haus». Заканчивается слово «hement haus» на слово «huis». Мы знаем, что это «het haus». То есть все слово «hement haus» будет «het haement haus». Понимаете? То есть голландцы придумали с этими артиклями все что угодно, только чтобы запутать бедных людей, которые когда-то собираются учить нидерландский язык. Артикли – это такая тема, знаете, больная для меня по сей день. Я живу 12 лет уже в Нидерландах и до сих пор иногда делаю ошибки в артиклях. Что могу посоветовать – это только изучать слова сразу же с артиклями. Учить, зубрить, не спрашивать почему. Просто знать, что «het haus», «het maische», «de joma», «de frau», «de man». Понимаете? То есть просто заучивать наизусть. Ну и, конечно же, с помощью этих правил, которые я вам рассказала, в некоторых случаях вы точно будете знать, какой из артиклей нужно будет употребить. Еще что очень интересное есть в нидерландском языке – это то, что в некоторых случаях артикли вообще не нужны, их просто не употребляют. Но об этом я расскажу вам уже в одном из будущих видеоуроков, потому что это тема уже построения предложения. В зависимости от того, как построено предложение, какие слова идут друг за другом, будет и ответом на тот вопрос, нужен артикль в этом предложении, либо нет. Об этом мы еще обязательно с вами поговорим. Только что, когда мы с вами разбирали случаи, когда всегда употребляется артикль «het», первым пунктом шли слова в уменьшительно-ласкательной форме. То есть если мы из простого существительного делаем существительное в уменьшительно-ласкательной форме, у нас всегда будет артикль «het». Так вот, я хочу сейчас вам объяснить, как же из простого существительного сделать уменьшительно-ласкательную форму. Для этого в нидерландском языке тоже есть специальные правила. Уменьшительно-ласкательные слова по-нидерландски называются «ferklein-word». Как же сделать уменьшительно-ласкательное слово из простого? Очень просто. Самым главным правилом является просто прибавление к слову окончания «j». Например, «de frind» – это «друг», «het frinche» – «дружок». Вы видите сразу же, что меняется артикль, как я вам и говорила, что когда делается уменьшительно-ласкательное слово, всегда будет «het». Мы это здесь наблюдаем. «Het frinche». Самый простой пример я вам привела. Просто добавляется окончание «e», и вы делаете уже более такую мягенькую форму слова, знаете. Но в зависимости от произношения слов бывают и другие окончания. Например, «tje», «h», «pje» и «nke». Сейчас подробнее все расскажу. Если слово заканчивается на букву «l», «n», «vay», «r», то окончание будет «tje» или «e-tje». Например, «de tuffle» – «het tuffleche» – «stol», «stolik». Видите, что заканчивается на «l», значит, добавляется окончание «tje». «De pan» – «het panache». Мы не можем сказать «panche». «Panche». Это будет уже три согласных рядом друг с другом, то есть это как-то не звучит, поэтому прибавляется окончание «e-che». «Panache». Это сковорода, сковородочка. «Het tau». «Het tauche». Здесь все просто, просто добавляется окончание «tje». «Веревка» – «веревочка». «Het ür» – «het ürche». «Час» – «часик» либо «часок». Вот получается, что заканчивается на «r», и тогда прибавляется просто окончание «tje». Замечаем опять же то, что все слова в уменьшительно-ласкательной форме у нас обретают артикль «het». Здесь все прекрасно на экране, это заметно. «De pan» – «het panache». «De tuffle» – «het tuffleche». Это первое правило, которое вам стоит просто выучить, что после букв «l», «n», «v» и «r» будут окончания «tje» или «h». Поехали дальше. Если же слово заканчивается на букву «m», например, «de baum» – «дерево», тогда у нас будет окончание «pje». «Het baum pje» – «деревце». Далее поехали. Если же слово заканчивается на букву «a», «e», «i», «o», «y», «u», окончание у нас будет тоже «tje». Например, «de dame» – «het dameche». То есть «дама» – «дамочка». «Het i» – «het aiche». То есть если же слово заканчивается на эти гласные, то всегда будет окончание «tje». Тоже учим, запоминаем. Еще есть у нас правило. Если слово заканчивается на «enhe» – «n», «n» – вот такой звук. Например, «de koning», тогда у нас будет окончание уже в уменьшительно-ласкательной форме «nke». «Het koningche» – это «король» либо «королек». Я не смогла найти в русском языке уменьшительно-ласкательную форму слова «король». Если вы знаете, пишите в комментариях. То есть «de koning» – «het koningche». И опять же еще один пример. «De keting» – это «цепочка». В уменьшительно-ласкательной форме это слово будет звучать так. «Het kettingche». «De keting» – «het kettingche». То есть «enhe» переходит в «nke». Тоже просто правило, которое нужно запомнить. В нидерландском языке, как я уже повторюсь, очень много исключений. Исключение по-голландски называется «eidsonderingen». Я не люблю исключения, если честно, потому что они всегда очень запутывают, но все же они есть. Так и в этих правилах насчет уменьшительно-ласкательных слов у нас тоже есть исключения. Я их сейчас назову. Эти слова нужно будет просто запомнить и не пытаться объяснить себе, почему же это так. Например, «de joma» – «мальчик». Уменьшительно-ласкательной форме будет «het jomiche». Мы видим, что уходит буква «n» и прибавляется окончание «che». «Че». Почему это так? Просто не звучит иначе. Можно запоминать и говорить так, как написано. «de ring» – «кольцо». «Het ringache» – «колечко». Опять же, мы выучили только что с вами, что окончание «en-he» переходит в «n-kje». «Marin-kje» – это просто не звучит, звучит «ringache». Понимаете? То есть только заучивать нужно. «De bruch» – «het bruchache» – «most» – «mostik». «De kam» – «het kamache» – «расческа» – «расчесочка». «Het hlas» – «het hlasche». Здесь же мы видим наоборот. Закрытый слог, короткий звук, а в уменьшительно-ласкательной форме прибавляется еще одно «a» и получается открытый звук. «Het hlas» – «het hlasche». То есть это вообще ни под какие правила не подходит, это просто исключение. Их нужно выучить, запомнить эти слова. Их, конечно же, намного больше. Но в будущем, когда мы будем с вами уже изучать построение предложений, читать с вами, научимся, это уже будет более понятно. Мы просто будем запоминать эти слова наизусть, с ними сталкиваться и так далее. Это уже будет не так сложно. Но вот эти исключения вы для себя, пожалуйста, тоже запомните. Вот такой нидерландский язык полон каких-то загадок, исключений и так далее. На сегодня я рассказала вам всю грамматику, которую хотела рассказать в уроке номер 2. Если же у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Вы также можете написать мне на мой инстаграм. Здесь появится где-нибудь значок, как я называюсь в инстаграме. Можете всегда мне писать ваши вопросы и там. Для того, чтобы закрепить сегодняшний урок, я приготовила снова для вас домашнее задание. Два упражнения, как всегда. На следующем уроке мы их вместе снова проверим, проконтролируем. Поэтому старайтесь, выполняйте. Итак, упражнение номер 1. Сейчас оно появится на экране. В этом упражнении вам нужно поставить перед словами правильный артикль. Артикль «de» или «het». Всю информацию мы изучали с вами в этом уроке. Если вы что-то забываете, проматывайте назад, повторяйте. И тогда вам будет проще сделать это упражнение. Вот вам слова с переводом сразу. Просто нужно вам поставить правильный артикль «de» или «het». В следующем уроке обязательно проверим. И упражнение номер 2. Вот оно тоже сейчас на экране. Кстати, вы можете сделать скрин, чтобы сохранить упражнение. Либо вы можете нажать на паузу и переписать их себе в тетрадь. Писать всегда очень хорошо. Либо печатать на телефоне, на компьютере, либо прописывать это рукой. Это помогает 100% запомнить вам слова еще быстрее. Так вот, упражнение номер 2. Здесь вам нужно написать слова в уменьшительно-ласкательной форме с правильными артиклями. Небольшая подсказочка. Как я вам уже говорила, что в уменьшительно-ласкательной форме всегда будет артикль. Какой? Вот он и должен здесь стоять будет. Ну вот вам список слов тоже с переводом. Вам нужно сделать из этих слов слова в уменьшительно-ласкательной форме. На следующем уроке все вместе проверим. Ну все, хочу вас похвалить. Сегодня мы с вами разобрали достаточно серьезную тему, очень важную тему в нидерландском языке, тему артиклей. Если вы поймете и будете учительные слова с артиклями, конечно же, у вас нидерландский будет очень хороший. По артиклям всегда можно понять, откуда человек, родился ли он в нидерландах, либо нет. Потому что в основном мы, приезжие, делаем ошибки именно с артиклями, когда разговариваем на нидерландском языке. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, то, что вам было снова интересно изучать нидерландский язык вместе с Holland & Me, вместе со мной. Если это так, жду от вас обязательно комментарии. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Для меня это означает только одно, что вам интересно изучать нидерландский вместе со мной, и это просто здорово. Так что, ребята, я желаю вам счастливы с этим делать. И до следующей неделе. До свидания!